Для них отделение гемодиализа второй дом. У каждого есть любимая медсестра, койка и десятки прочитанных в этом месте книг. Каждый знаком с историей других пациентов. Процедура длительная, а за болтовнёй время проходит быстрее. Я за 120 километров через день сюда приезжаю. Но это жизнь. Оно мне даёт уже 18 лет жить. Ребёнку было 9 лет, как я сюда попала. И я думала, что я уже не увижу её. Сейчас вот замуж выдалась. Таких пациентов в Одесской области более 200. Например, Инну в отделение привёл сахарный диабет. Коварная болезнь износила почки женщины. Я вообще здесь в отделении живу. Я плохо передвигаюсь, потому что у меня был инсульт. Я, получается, здесь живу и прохожу здесь эту процедуру. Из-за того, что у меня такие тяжёлые последствия этого всего, я не могу ездить домой. Инна уже перенесла пересадку. Донором стал её отец. Но орган прослужил лишь 4 года. Единственный выход для женщины – комплексная операция, трансплантация поджелудочной и почки. Много вот таких вот ребят, девушек, таких, как вот я. Молодых ещё, которые могли бы в этой жизни и семью построить, и жить нормальной жизнью, а не жизнь инвалидов в отделении. От этого никто не застрахован, тот, кто на диализе. То есть человек может ходить-ходить и вот внезапно рассыпаться. Инвалидные коляски – неотъемлемая часть обстановки отделения. Диализ негативно влияет на кости. Люди часто ломают ноги. Тяжело, тяжело, очень тяжело. Особенно после диализа это всё. Ты уже приходишь и только всё, отдыхаешь, и головы тяжело поднять, и руки, ноги. Тяжело. Пересадка трупных почек не разрешена. Нет закона. Поэтому для нас это бесперспективно. Хотелось бы это всё. В Украине получить органы можно двумя способами. Первый – от родственников. Выбор достаточно узок. Часто почки не подходят. Второй – от умерших пациентов реанимации. Ежегодно погибает около трёх тысяч украинцев – потенциальных доноров. Но препятствием служит уже закон. Согласно ему, человек заранее не согласен с тем, что после смерти его органы отдадут другому. Разрешение следует брать у родственников. Мама, которую, если рассматривать по природе, самка, готовая загрызть за своего детёныша, любого, кто на него посягнёт, вы её вдруг просите отдать своего сына или дочь на органы в то время, когда она хочет, чтобы любыми путями её ребёнок выжил. Виктор – практикующий трансплантолог уже почти 40 лет. Сделал больше 250 пересадок. Но с 2000 года их число неумолимо снизилось. Тогда вступила в силу презумпция несогласия. Во врачебных кругах поговаривают – закон просто списали с Японии, где донорство под запретом из-за религии. Но в стране восходящего солнца уровень доходов позволяет обеспечить гемодиализом 2000 людей на миллион населения. У нас же эта цифра в 10 раз меньше. Нужна презумпция согласия. Просто поднять контроль. Больше ничего. Не надо избавляться от проблемы. Вот посмотрите, у нас электричество. Ведь можно же его искоренить. Ведь кого-то же убивают током. Но этого же не делают. Просто столбы поднимают высоко, чтобы до них не достали. Там 6000 вольт. Изолируют розетки. Возьмите машины. Можно же кто-то в аварию попадает. Трудной остается и ситуация с диагностикой смерти мозга у доноров. Для этого нужен газоанализатор крови. С помощью аппарата реаниматолог определяет смерть дыхательного центра. Такой техники в Украине катастрофически не хватает. А пациентам остается лишь ждать. В 1996 году я попал под холодный дождь в августе месяце. И немножко простудился, заболел. И после этого осложнение это все дало на почки. У нас нет механизма. В этом и есть проблема. Если бы у нас были листы ожидания, например, то у нас 10, 20, 300 или 100 человек, которые в Одессе, им необходима пересадка. В 2008 году почки леонида перестали работать. Без пересадки единственный способ жить дальше – диализ. И в Одессе это уже считается удачей. Диализных коек катастрофически не хватает. Больше половины таких больных обречены. На всех аппаратов и медикаментов нет. Это слишком дорого. А вот в случае пересадки с экономией деньги государство легче, рассказывают врачи. После операции затраты на больных высоки лишь первый год. Потом их реабилитация в пять раз дешевле, чем диализ. Диана Хрущева, Вячеслав Лаштаба, Владимир Корлевец, Думская ТВ. Диана Хрущева, Вячеслав Лаштаба, Владимир Корлевец, Думская ТВ. Диана Хрущева, Вячеслав Лаштаба, Владимир Корлевец, Думская ТВ.